Сделан лапароскопический серкляш, шейка матки 2,7 мм. К чему готовится, на что обратить внимание при беременности, какие прогнозы при раке шейки матки. Скорее всего был рак шейки матки, шейка сильно хирургически, там большая часть шейки матки удалена, 2,7 мм. Вот этот лапароскопический серкляш проведен, максимально все, что нужно, сделали. Какие прогнозы при раке шейки матки по поводу рака шейки матки, это отдельная тема. Здесь с онкологами есть определенные показатели, по которым смотрятся, и определенные белки рака шейки матки, на которые тоже можно смотреть, онкомаркеры. И да, в динамике шейка матки смотрится, в динамике, если вы планируете беременность, тогда онкологи уже дают добро, а беременность тогда уже начинаете планировать. К чему готовится, то есть лапароскопически шейка закреплена. Иногда бывает так, что, допустим, при раке шейки матки шейка короткая и даже без каких-то вмешательств, например, и шейка короткая, да, ну может быть не 3 мм, да, вот 2,7 мм, но немножко побольше, и женщины вынашивают беременность вообще без ничего и могут рожать даже самостоятельно. Да, но у вас совсем коротенькая шейка, лапароскопический серкляш должен ее хорошо удерживать, да, за шейкой в течение беременности, за всем остальным тоже нужно смотреть, да, и все, то есть у вас к тому, что обычно, обычно мы у женщин смотрим, еще добавляются дополнительные факторы риска, которые тоже требуют контроля. И, может быть, и препараты прогестерона тоже применены, да, нужно будет следить за тем, чтобы не было других факторов, еще рисков дополнительных, которые, да, вот на раскрытие шейки матки влияют. И, соответственно, родоразречение будет операться путем операции кесарево течения из-за того, что есть лапароскопический серкляш. А вот, поэтому, да, вот пусть все пройдет хорошо, по всем остальным факторам, пожалуйста, тоже подготовьтесь, проверьте, чтобы не было никаких неожиданностей и во время беременности со стороны других каких-то вещей. Редактор субтитров А.Семкин